Полицейские довольно часто, практически всегда нарушают права граждан при задержании и уже потом в отделах полиции. Они не представляются, они не объясняют причины задержания, в отделах полиции не кормят людей, проводят странные досмотры, которые нигде не фиксируют, не представляют спальные места, не напишут использовательства и так далее. Обычно люди, выходя из отделов полиции, полны энтузиазма и желания все это безобразие обжаловать. Однако, мало кто готов разбираться с бумажками, читать юридическую литературу, искать юристов, самостоятельно составлять жалобы, самостоятельно их отправлять. Мы предлагаем пользователям просто заполнить анкету за 2 минуты, добравшись до интернета, заполнить анкету о том, что с ними происходило, после чего жалоба будет сформирована автоматически и отправлена, после того пользователя его посмотрят и редактируют, это просто картинка, отправлено на сайт в электронно-приемную генеральную прокуратуру, РУВД и в другие органы, которые пользователь захочет. Благодарные граждане после этого смогут пожертвовать на что-нибудь деньги, на взятки иногда. Про техническую часть я не очень не могу говорить, могу сказать, что мы купили домен коп.spb.ru, но пока не запустили. Сейчас все лежит на гитхабе. Из открытых данных мы использовали адреса отделов полиции, их принадлежность к районам и электронные адреса органов власти. Я абсолютно не очень оригинальную идею, спасибо красивому Петербургу, как и всем остальным. И Владимир, наш программист. Спасибо. Спасибо. Я понимаю, что вы участвуете в Юмиде Нэшн, да? Да, мы участвуем. Там была кнопочка. Вопросы от эксперта отправлю. И на что идут эти деньги? В зависимости от их количества, мы можем поддерживать костин, который надо оплачивать, мы можем оплачивать юристу после того, как первичная жалоба будет отправлена. Дальше может потребоваться... Кто-то вбивает сумму денег и дальше непонятно еще куда она... Да, пока ничего не разделено, но если там будет какая-то разумная сумма, можно будет говорить какую компанию... Я смотрю, у вас уже она реализована. Ну, сейчас эта форма реализована, то есть деньги в принципе можно собирать, но поскольку проект был фактически начат вчера, то никакой особой отчетности этой формы сделаны не было. Не совсем правда, что проект был у нас вчера, мы довольно давно думали о том, что надо делать ангету, надо как-то анализировать, что происходит в отделах. А какое зло действие будет? Подождите, давайте члены жилья. Обращение отправляется в генпрокуратуру, дальше вы как-то отслеживаете сроки рассмотрения реакции? Ну, сейчас мы подумали, что мы не очень хотим связываться с персональными данными, поэтому пока нет, пока просто пользователь отправляет сам, а опять приходит на его электронную почту. Но можно думать, либо просить пользователей присылать нам и связываться с нами, либо как-то писать нам. Мне кажется, вот такой комментарий, это можно обойти, не сохранять непосредственно имя, фамилия, что они еще заполняют, сохранять статистические данные в e-mail, и будет вам, в общем-то, мне кажется, на критерах. Ну, это вопрос того, что мы хотим, какие статистики хотим. Я думаю, что, да. А кто еще? Вопросы члены жилья. А демитративно задерживают все или только на акциях? Все. Нас интересует, что меня интересует ослабление содержания задержанных по делу и по данным образом. А вы как-то технически разделяете в базе причинных? Мы даже не спрашиваем причинных, это не наше дело. Наше дело кормит ли задержанных или как к ним обращаются? Ну, это просто для статистики было бы полезно. То есть, например, собственно, не отслеживать общение с задержанными, те, кто на политической санкции задержали. Понимаете? Понимаете? Или там... Можно обсудить. Мне это кажется не вполне этичным, но может быть действительно интересным. Слушайте, ну, вопрос просто про дальнейшее и немножко про социальную ответственность проекта, да? Да. Потому что вы таким образом создаете очень большой поток типовых жалоб, направленный там в прокуратуру, да? И прокуратура довольно быстро учится, так сказать, ну, отфутболивать стандартные жалобы, так сказать. То есть они либо находят там юридические изъяны в той форме, которую вы создали, да? Либо, значит, как это было несколько раз, они говорят, что там сведения отправлены из автоматизированного чего-то там, так сказать, они не рассматриваются. Они же юристы, они что-нибудь придумывают, да? То есть вопрос действительно, каким образом вы будете отслеживать реакцию прокуратуры и корректировать свое поведение в соответствии...